ребят всем привет сегодня наш последний день перед отъездом в россию и мы решили поехать погулять вероника вообще предлагала поездить по гуанжо попрощаться со всеми станциями метро такие у нее планы были она говорит выйдем говорит она ну на любой метростанции там погуляем посмотрим на все так вот так она себе представляла последний день перед отъездом но мы решили сегодня дома не сидеть вчера до 3 ночи собирали чемоданы и сегодня остался последний день мы решили провести весело прогуляться ну и мы ждем результатов тестов мы уже написали всем учителям о том что сегодня у нас последний день в гуанжоу и пожалуйста вы дайте нам результаты тестов очень надеемся что мы сегодня получим результаты тестов вечером за хорошую оценку там обещала да я девчонкам обещала там подарочки за хорошие оценки поэтому они тоже очень ждут результаты ждете на улице очень жарко мы идем прям из-под кондиционера только чуть-чуть вылезешь и сразу же мог опустошили и холодильники почистили холодильник до жарили последнюю картошку вообщем мы уже готовы у нас уже чемоданы практически собраны они так пополам разложены осталось если где-то что-то увидим докинем туда запрессуем у нас три больших чемодана и один маленький садик туда в комментариях писал выйдет следующее видео как мы говорим о том что мы опоздали на самолет такой был коммент не вот в этот раз мы кстати зарегистрировались мы купили билеты китайской компании так они отправили смс-ку типа ребята вы не забудьте у вас завтра самолет и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok С Катей сидим, размышляем Если бы такой кафе открыть в России Ну допустим, в первую очередь приходит в голову Ну допустим в Ангарске, в нашем городе Начинаем размышлять, пойдет ли бизнес вот этот коктейльный То есть допустим ты такой идешь, прогуливаешься, да, жарким солнечным летом Зашел, заказал коктейль Коктейль около 200, да, может быть 250 рублей будет стоить, наверное Ну коктейли шикарные, как бы, вы понимаете, да То есть вот такие вот, да И можно взять с собой То есть взял пакетик такой, идешь, идешь В общем, вот такое родо кафе, они очень популярны здесь в Китае И вот мы начинаем размышлять, пойдет ли такой бизнес как бы И, наверное, нет Ну 50 на 50, и так размышляем Потому что все-таки, наверное, это зависит от климата, наверное Потому что здесь больше солнечных дней И самое главное, как организовать это все Именно вот эту доставку организовать и так далее Потому что у них очень разлита доставка Очень быстро доставляют Можно, если ты там в офисе работаешь, можно прийти, взять любое время с собой Ну, в принципе, еще упаковка тоже очень много решает Как бы с собой можно забрать Я думаю, что проблема будет с фруктами Потому что здесь фрукты более доступные, я бы сказал Что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях Они все-таки маленькие стали Поль, ну вот твоя тарелка Она была больше, да? Да Ну ты узнаешь ее по этой сумке? Мне кажется, ее обожгли в печи и она уменьшилась Может быть А, это твоя Давай, я пойду к твоему 1, 2, 3 А, чтобы не скользило, да? Мама, где-то акцент Гитары еще можно раскрасить, что? Это новая какая-то фишка моя Слушай, ну они прям, я смотрю, это Раскачиваются, не на шок В принципе, взял гитару, да? Да, купил Раскрасил, ее тоже лаком покроют Ника Узнаешь хоть свое изделие? Угу Спасибо, bye-bye Спасибо, bye-bye Спасибо, bye-bye Спасибо, bye-bye Долго мы, да, сюда ходили, чтобы получить еще вазочки, да? Да, три раза Ребята, сейчас зашли, в общем, в книжный магазин Они, кстати, тоже очень популярны в Китае Девчонки глазеют книжку О, папа Это мы уже ее смотрели О, папа Это 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 И вот, я хочу маленечко заобзорить данное место Народу, видите, да? Много, как бы, да? Все что-то читают, покупают И, кстати, мне нравится то, что здесь есть еще вот такие вот читальные То есть можно прийти вот так вот поваляться, почитать книжки Ребенок поиграет И на полках, я так понимаю, книжки те, которые можно брать и читать Мамочки сидят, проводят хорошо время, получается Медвежку Можно вручную делать, своими руками 3D-маски 38 38 юанистой 3D-маски А вот еще есть какие-то конструкторы для взрослых, наверное Потому что на цену посмотришь, а цена взрослая 1500 стоит вот такой робот Фотоаппарат старый, смотрите Ух, он стоит 2 580 Я так понимаю, он может фотографировать А где земля? Вот у нас А, точно Не заметил Сразу видно Земля самая дорогая, да? В Китае земля дорогая, да? Кстати, ребята, мы еще гуляем в книжном магазине Вот, я так понимаю, не только книжный магазин Но и вот цветочный магазин здесь Можно вот такие штуки всякие купить Даже, смотрите, что-то по косметике можно взять И есть кафе даже, собственно Со своими Можно купить чай Похладительные напитки И мы спустились на второй этаж Это все дело находится на втором этаже Ребят, мы спустились еще ниже этажом И здесь продолжение этого магазина Здесь уже можно купить кружки Технику какую-то небольшую, смотрю Вероника ко мне подходит Папа, папа, я хочу вот это Наушники одеваю и все До свидания Ничего не хочет Ничего не надо Поля, послушай Послушай это А рет как Наушники огонь вообще Но цена, конечно, просто нереальная Папа 20 тысяч рублей стоит наушники Если 100 баллов будет, тогда вот эту одну коробочку Послушай еще музыку лучше Еще послушай музыку Да Музыку послушай просто Да, мама А еще прикольно В таких магазинах есть инсталляции Я, наверное, уже третью такую наблюдаю А это особенно интересное Смотрите, рабочее место Вероника работает Все из металла Все из каркаса сделано, да? Из металла каркаса Буквально все Все из металла Не ломайте мне мою комнату Да ты ее не сломаешь Она железная Ну и не ломайте ее Работай давай Ну все, ребята, мы нагулялись в одном торговом центре Идем в другой торговый центр, который находится неподалеку от этого Называется он Айон А этот торговый центр я так и не запомню, как он называется Ну он в централ парк Централ парк Централ парк Сегодня я, ребята, налегке Я с собой не брал ни коптера, ни большую камеру В общем, рюкзак уже забитый техникой, проводами, зарядными устройствами Поэтому я его не стал брать Он стоит уже, ждет меня Когда завтра утром я его одену на плечи и поеду в Россию Решил взять маленькую камеру Ну и, естественно, как я не могу снять наш обычный день Последний день в Китае Вот, сейчас, в общем, направились в другой торговый центр Поужинаем Может быть, поиграем, да? Дети поиграете, нет? В игровой комнате, наверное, да? О-о-о Все люди заходят Потому что на улице 36 градусов Сейчас быстро поедим и пойдем в игровую комнату Взяли мы, смотрите, вот такие вот фрикадельки Я не знаю, съедобные они, нет И лапшу жареную Здесь обычная лапша Раски, яйцо, морковка, зелень Он похож на рыбку такую Рыбка? Здесь удобно Очень вкусно Мясо Она говорит, на рыбку похожа Да, это рыба Нет, это мясо Я лапшу жареную занимаюсь Пока Вот мы где поужинаем Сегодня с Катей Сто раз уже в этом месте были Видео с данного места очень много есть Поэтому можете посмотреть Не будем сильно ничего обзорить Просто сидим, отдыхаем Варим себе еду Ну все, мы отмечаем Последний день перед отъездом Желать ничего не будем Мы отдыхаем Да, у нас каникулы начались В общем, короче, клево Настроение на высоте Дети отдыхают Мы отдыхаем О, смотрите, какая вкуснотища Это осьминоги или кальмары? Кальмары, не то что А может осьминоги Вот так вот Опачка Сколько раз мы, ребят, сюда приходим По-разному Всегда что-то новое дополняется Допустим, пиво Так вообще, я первый раз такое вижу Удобная очень упаковка Обычно стеклянные бутылки такие Ого, смотри, что здесь Я ела Клево Кстати, хотел, ребята, поговорить Маленечко, поболтать с вами Вспоминается, как-то мы тут с тещей Были в этом кафе Ну и сделали полный обзор этого кафе Поснимали полностью Как тут вообще все это варить Там соусы Как все это происходит здесь Вот И был вопрос такой Задан Какую бы вы цену дали Если бы это кафе было бы в России Ну какую в смысле Цена входа в это кафе Разброс, конечно, цен в комментариях Вообще был И тысяча, и две И, короче, кто-то и больше даже писал А кто-то писал действительно Очень низкую цену Что, в принципе, я думаю, что для России Неприемлемо было бы Да? Потому что Хотелось бы, может быть, за такую цену Но Если безлимитное пиво и еда Дорого будет очень Я тоже думаю, что дорого Потому что Можно пиво Одно это Напить Ну, знаете, так По сути, посмотреть на все это Здесь съедобного Раз-два я пчел В основном я беру мясо Мясо Вот такое вот мясо Варю Соус макаю И все И как бы съедобного Здесь Ну, все Ну, курица, в принципе, катается Тоже можно курицу Вот, смотрите, она желудки берет Тоже можно взять Вон там сосиски, смотрите, катятся Сосиски очень Прям не очень И то можно себе сварить Ну, вот фрукты такие Уставшие едут Ну, трава, я не знаю Это базилик, наверное, да? Базилик Нет, ну, иногда И хорошие Иногда ставят что-то прям Достойное И В конце ленты Там, наверное, никто и не получит Чуть-таки И нибудь там крабы Или еще что-нибудь А мы, ребят, сидим в самом начале Что это, посмотри Как будто хлеб Хлеб Хлеба хочешь? В России будем хлеб есть В общем, ребята, закончили Сказать, что мы просто перекусили Или там насытились Это, конечно, вообще ничего не сказать Ну, вот Объелись, как обычно Клево Я так кайфанул вообще от этой еды Я буду скучать По китайской еде Прощай! идем забирать наших девочек и поедем домой нужно сегодня пораньше лечь спать закрыть рюкзаки ну рюкзак закрыть нужно закрыть чемоданы лечь пораньше спать и дособирать вещи к те которые еще не собирали ребят не поверите где мы а мы опять в чайном магазине девчонки попросили что-нибудь попить купить и мы проходили мимо общем решили зайти взять вот такие вот коктейльчик наигрались что там делали там рассказывать мы там купались в таких шариков на лодке там были мы там увидели мокрое и не захотели выходить очень вкусно ну какой вкус то говорите молотка с чаем плюс какой-то сыр и шоколад на гроб и шарики заходим в метро Все, ребята, мы дома Нагулялись сегодня вдоволь вообще Вот, пожалуйста, наша сеть чемодана Это будет забит Буквально вот сейчас забьется Так, что тут подарочки Я снимать, наверное, не буду Срочно, 24 градуса, все, охлаждаемся Вообще ужас, на улице 36 градусов Что? Ужас Вы не представляете, как мы сегодня Не, ну, не, ну, клево погуляли, да? Репетишки Девчонки, сейчас мыться Давайте, бегом мыться Вставать рано Все, надо водонагреватель включить Можешь вот это видео В завтрашнем месте смонтировать Завтра? Да, с завтрашнем месте Завтра не получится А, не, отдельно будет? Отдельно, доченька? Ребят, перелет отдельно будем снимать Завтра утром встаем И, как по плану, будем все снимать Наш перелет Обязательно подпишитесь Чтобы не пропустить новые видео Все, ребят, будем прощаться Время уже много Десятый час Нам вставать где-то часов Пять, наверное Посмотрели, да? В шесть В шесть В шесть уже выйти надо В шесть уже выйти Ну все, ребята Подписывайтесь на канал Ставьте лайки И всем пока Пока-пока Пока-пока